всем привет дамы и господа с вами silent deep и в этом видео я расскажу вам про основы работы со скетчап рендера плагином vray версии 3 а именно затрону две основные вещи первая вещь это настройка размера кадра рендера вторая вещь это то как собственно запустить сам рендер полезно это будет думаю для новичков тех кто только начинает знакомство с верой слову не так давно я выпустил очень похожий ролик но там я рассказывал про основы настройки верой версии 2.0 вроде бы казалось в чем разница зачем записывать ролик повторно спросите вы поясняю это самая вторая версия верой вышла аж в 2012 году и уже сильно устарела по нынешним временам сейчас в ходу третья версия верой для скетчап логично что обучающие ролики нужно делать на основе актуальных версий программ именно поэтому вчера я обновил свой vray 2.0 до версии 3.4 первый же запуск преподнес мне сюрприз разработчики сильно изменили интерфейс плагина vray поменяли принцип настройки освещения допилили наконец напильником интерактивный рендер и сделали много чего еще в общем мой недавний видеоролик по основам настройки верой 2 оказался бесполезен для тех у кого установлен верой 3 все-таки вторая и третья версия сильно отличаются именно поэтому я счел необходимым повторно записать ролик по основам настройки верой теперь уже третья версия и так тема данного видео основные настройки верой версии 3.4 сразу после установки верой у вас в скетчап должны появиться три вот таких панели первая панель это главная панель vray она отвечает за старт остановку рендера и настройки vray вторая панель отвечает за освещение тут в арсенале есть аж целых восемь различных источников света ну и третья панель отвечает за работу со сложной геометрией а именно это трава ворс ковра листья на деревьях и прочие детальные элементы которые сильно грузят скетчап также есть тут отдельная кнопка для создания срезов это не те сечения что умеет делать скетчап это свои отдельные для vray сечения по панелям мы кратко пробежались теперь перейдем к настройкам первый и чаще всего возникающий у новичков вопрос звучит так как изменить размер рендер картинки vray для того чтобы изменить размер кадра жмем вот на эту кнопку откроются настройки vray 95 процентов всех настроек vray производится именно через это окошко запомните эту кнопку на нее вы еще много раз нажмете настройки vray в этом окошке сильно упростили по сравнению со второй версии vray хотя точнее будет сказать не упростили а рационально разбили все настройки на отдельные пункты сразу все многообразие настроек vray не показывается дабы не пугать пользователя это хорошая идея учитывая тот факт что vray пожалуй самый сложный плагин для скетчап но я отвлекся для того чтобы изменить размер рендер кадра переходим вот в эту вкладку с шестеренкой тут открываем раздел render output ну и вот здесь собственно настраивается размер кадра вы можете выбрать заготовки соотношений сторон например я поставлю четыре к трем ну и размер кадра установлю 800 на 600 точек если включить вот этот переключатель сейв фрейм то вам постоянно будет показываться та область которая попадет в кадр то что находится за этой областью в кадр не попадет полезная функция когда вы выбираете удачный ракурс для рендера размер кадра я поменял закрываю это окошко настроек теперь переходим к следующему пожалуй самому важному пункту как начать рендер чтобы начать рендер достаточно нажать вот эту кнопку со значком чайника рендер начался во время рендера у вас появится вот такое окошко в нем будет отображаться текущий прогресс если полоска окраситься в зеленый цвет и на ней будет написано сто процентов это значит рендер завершён время рендера может быть разным от нескольких секунд до нескольких часов это зависит от мощности вашего компьютера загруженности кадра разными материалами источниками света а также от настроек v-ray после того как рендер завершится картинку можно сохранять чтобы сохранить полученную картинку нажмите вот на эту кнопку укажите папку пишите имя выберите формат картинки и сохраните все просто ну и раз уж я затронул в своем рассказе кнопку рендера будет неправильно промолчать и про вторую кнопку рендера как у таку вторую кнопку спросите вы тут в этой панели помимо обычной кнопки с чайником есть еще одна кнопка с чайником и рукой это интерактивный рендер чем же этот интерактивный рендер отличается от обычного покажу наглядно если запустить обычный рендер и подвинуть камеру то кадр рендера не изменится он останется тем же обработка продолжится как ни в чем не бывало а вот если запустить интерактивный рендер и подвинуть камеру то на рендере положение камеры тоже изменится так вы в реальном времени сможете отслеживать как влияют ваши изменения освещения материалов на рендер картинки здорово не правда ли во второй версии v-ray эта функция интерактивного рендера тоже была но она не работала по крайней мере у меня интерактивный рендер во второй версии v-ray ни разу не запустился на этом я закругляюсь вот таких вот два вида рендера есть v-ray 3 к слову чуть не забыл интерактивный рендер после его запуска будет работать постоянно а следовательно и тормозить всю вашу систему будет постоянно если вы закроете окошко интерактивного рендера это не остановит процесс обработки он будет работать в фоновом режиме чтобы остановить наконец интерактивный рендер нажмите на кнопку стоп или отожмите вот эту кнопку интерактивного рендера на главной панели v-ray на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам как в третьей версии v-ray настроить размер кадра и собственно запустить рендер в следующем видеоролике по v-ray 3 я расскажу вам как настроить освещение это отдельная тема я буду подавать вам настройки v-ray малыми порциями отдельными короткими видеороликами так эти самые настройки v-ray проще усваивать если хотите и дальше смотреть мои ролики то подпишитесь на канал чтобы youtube уведомлял вас о выходе новых моих видео зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол перейти на главную страницу канала можно кликнув по моему нику silentip design под видео когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики вы можете узнать из специально созданного для этого календаря ссылка у вас на экране также она продублирована в описании под видео если есть желание и возможность то можете задонатить мне немного денег реквизиты кошельков есть в описании под видео справа вы можете видеть список тех кто уже поддержал меня рублем также милости прошу посетить мои группы вконтакте и в одноклассниках где я выкладываю различные анонсы и голосование ссылки на группы у вас на экране также они продублированы в описании под видео ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики по программе скетчап которые уже вышли на канале например про основные настройки v-ray второй версии или про то как в скетчап сохранить положение камеры с вами был silentip всем удачи